Всем привет! Вы на канале Hamster Trader и сегодня сделаем обзор криптовалютного рынка, посмотрим биткоин, вообще разберем биткоин, посмотрим более глобальные цели, есть ли там шанс вообще на рост, на третью вершину, на какие-то глобальные цели или это вообще окончательно слив, то есть сейчас разберем варианты событий и сделаем какие-то выводы. Также рассмотрим краткосрочные трейды. Сначала посмотрим лонг шорт коэффициент и наконец-то он уже начал снижаться, то есть вернее лонги начали падать. Это хороший сигнал и это говорит о том, что локальный отскок у нас гарантирован. То сейчас и происходит. Смотрите, со вчерашнего вечера лонги наконец-то начали падать и немного набираются шорты, это позитивно, но сейчас перейдем на график и посмотрим более детально. Недельный таймфрейм. Видите, у нас здесь формируется вот такой огроменный клин, а пока что отрабатывает все четко, примерно 27000, как я и планировал, цена сюда доходила на Binance, даже чуть-чуть ниже, там 26700. Но на всех биржах по-разному. Потому что вот, например, на Bitstamp цена опускалась вообще до 25401 доллара, а на Coinbase цена падала даже 25338 долларов. Так что по разным биржам сквиз был абсолютно разный, но тем не менее на всех биржах у нас рисуется вот такой вот нисходящий клин, фигура бычья и есть в принципе надежда на какой-то рост в будущем. Но тем не менее это не из текущих и не сразу. А так как недельный таймфрейм, мы видим, что до похода к верхней границе нашего нисходящего клина у нас примерно может это все быть в конце июня. То есть сейчас май, 13 мая, май, июнь. Примерно до конца июня запросто мы можем здесь колбаситься. То есть, как я и говорил, примерно полтора месяца мы здесь можем походить, после чего только показать какой-то рост. Почему именно полтора месяца? Потому что посмотрите, что было, например, вот здесь. Да и что было даже вот здесь. То есть здесь, конечно же, несколько, ну, месяц примерно, а вот здесь вот два месяца. Так же самое я планирую, что примерно полтора-два месяца мы можем находиться сейчас вот в таком вот боковике. Естественно, те, кто распродавал, давил этот рынок, они будут откупать. Те, кто перепуганный и слабый рук, естественно, они будут продавать им, крупным игрокам. И здесь крупный капитал будет накапливать позицию. И нужно, как правило, 1,5-2 месяца. Поэтому с текущих мы вот так вот сейчас не отскочим. То есть шансы маленькие. Я даю это 5% всего, 5-10% на то, что будет V-образный разворот. Хотя я в такое не верю. Скорее всего, мы, как и здесь, после сквиза вот такого, сейчас пару недель покажем, потом зеленые, потом опять нас опустят. То есть, в общем, будет какая-то болтанка. Вот так же самое можно посмотреть, что здесь происходило. Мы здесь якобы отскочили. Все потом все равно еще ниже опустили, после чего был рост. Так же самое здесь. Я ожидаю, что сейчас пятница, еще вот эти 3 дня, возможно, тут поболтается. Эта цена закроется примерно в этих районах. И на следующей неделе, скорее всего, нас опять будут пугать. А вот докуда нас будет пугать, неизвестно. Или мы сделаем ретест. В нижней границе вот этого нисходящего клина, как вариант. Или довольно-таки бычий сигнал. Это будет какой-то недоход. Примерно район 28-29. То есть, цена так немного опустится здесь. После чего, скорее всего, я ожидаю пару недель зеленых. Но этот весь отскок, считаю, что максимальный рост, то есть, он может быть где-то здесь ограничен отметками 36. Ну, 37 это максимум. То есть, 37 я считаю, что это максимальный отскок может быть. И дальше мы пойдем опять вниз. То есть, мы здесь поболтаемся. Возможно, здесь будет вырисовываться какой-то локальный клин или треугольник равносторонний. Возможно, здесь будет такой восходящий треугольник. Что-то вот такое рисоваться. То есть, не знаю, нужно будет наблюдать и по ходу действия смотреть и предпринимать какие-то меры уже. Но болтанка здесь по-любому будет. Что, если мы все-таки пойдем ниже? Я считаю, если дневка закроется ниже нашей трендовой линии, тогда, то есть, телом, если она закрывается, тогда, в принципе, это все. Тогда это все будет сливаться в ближайшие несколько недель. То есть, месяц будет продолжаться литься вниз без каких-либо отскоков. Но, тем не менее, может быть еще прокол даже ниже, но с быстрым выкупом. Тогда это обычная ситуация и можно будет лонговать. Но лонговать, как говорят, примерно 36, 35, 37. То есть, здесь такая вот зона, где можно будет отметить. Вот зона. Скорее всего, здесь будет неплохая точка входа на ашорт. Ну и здесь, если вы брали, уже взяли лонг, например, или будете брать лонг, то тогда здесь нужно будет, в принципе, сделку закрывать. Я бы всю закрывал. Давайте теперь накинем Fibonacci, посмотрим. Откуда возможны отскоки, коррекции. Ну вот, у нас Fibonacci тоже классно совпадает. 0,5 уровень, как раз четко у нас 37 тысяч. 0,618 у нас 39, ну 40 тысяч долларов. Но, скорее всего, сюда мы не скоро дойдем. В общем, я ожидаю еще сегодня, как минимум, немного 31, 32 тысячи, может быть, за кит. Ну и потом, скорее всего, цена может провалиться, как вариант 38, или второе дно отрисует, сюда же сходит. Ну и более плохой сценарий, если все-таки сквизанут. Ну хотя, как плохой, если будет быстрый выкуп, тогда будет сильный сценарий также на лонг. Но, тем не менее, считай, если цена до сюда дойдет, будет какая-то коррекция. И на следующей неделе у нас есть все шансы от 35 где-то отсюда дойти в область. Да, в область 35 запросто цена дойдет. Дальше, скорее всего, будет опять какая-то коррекция. Если мы удерживаем этот клин и продолжаем сидеть какой-то боковик делать, это тогда положительный бычий сигнал. И, скорее всего, полтора-два месяца примерно есть шанс выход вверх. Но, докуда мы можем выйти? Если мы пробьем клин, то есть, если будет ситуация вот такая, да, мы пробиваем клин. По-любому 618 будет коррекция. Скорее всего, оттестируем у нас прошлый восходящий канал. И есть шансы, что вот цена пойдет вот так вверх. А я считаю, что максимальный рост может быть примерно 48, а то и 52 тысячи. Давайте еще раз. Я вижу так, да. Примерно 52 тысячи. Я считаю, что это максимальный рост, который биткоин может показать в этом году. Я, в принципе, не ожидаю, что в конце года он сделает куда-то там третий хай. То есть, я в это мало верю. Скорее всего, он дойдет примерно до 48, 52 тысяч. И здесь это все может пойти вот так вот вниз. Потому что мне нравится вот этот вот нисходящий канал. Я в него, в принципе, верю. Неплохо он себя показывает здесь. Уже есть три касания. Он здесь неплохо себя отрабатывал. Видите, как поддержка тут раз-два была. Потом как сопротивление он играл. Потом здесь как сопротивление. Потом поддержка, поддержка. И сейчас он выступает в роли поддержки. Вверху есть одно касание. И вот, скорее всего, мы можем еще в этом году достичь второго касания. Это примерно 48, 52 тысячи. Если 52 тысячи брать, это у нас примерно сентябрь. Конец сентября. Да, вполне. Вполне возможно. В такой сценарий. Но здесь, скорее всего, у нас будет опять. Или какой-то вот восходящий клин, который пробьется вниз. Это все дело. Возможно, здесь отрисуется фигура. Голова с плечами. Что-то вот такого вот будет. И потом мы пробьемся вниз. То есть, разные варианты. Но это нужно будет смотреть уже потом. Так далеко прогнозировать. Это, конечно же, издевательство. Но я вижу рынок как-то так. Это в случае, если мы здесь удержимся. В этом клинии. И пойдем вверх. Но если мы в ближайшую неделю, в следующую неделю пробьемся вниз. Закрепимся на дневке даже. Тогда, скорее всего, уже в ближайшие месяцы нас будут лить. И лить тут могут и как 21, 20, 14. То есть, здесь вариантов событий вплоть до 10 тысяч. Может быть, что угодно. Могут слить это все дело вниз. И здесь, если будет слив, тогда вот здесь будут продавать те, кто здесь покупал. Соответственно, те, кто продавали квартиры, машины, брали в долги, брали кредиты и здесь покупали биткоин. Вот здесь им придется это все продавать. Потому что деньги на жизнь нужны. А кредиты нужно платить. Делги отдавать нужно. И будет просто безвыходная ситуация. Даже если, в принципе, руки сильные и готовы держать. Но, тем не менее, финансовое положение может заставить людей продавать. То есть, такое развитие сценарий тоже не нужно исключать. Поэтому всегда держите кэш в случае более глубоких посадок. И работайте со спотом на споте вернее. Лучшее решение сейчас будет торговать на споту. То есть, аккуратно. Если вы все-таки хотите фьючерсы баловаться, сокращайте риски, уменьшайте объем сделки, торгуйте, то есть, уменьшайте плечи. А лучше всего вообще отказаться от плечей. Потому что рынок сейчас очень нехороший. Пока что за все время, начиная с 28 марта. Как 28 марта? Ну да, примерно с конца марта. У нас как началось это падение, нам не дают никаких отскоков. То есть, я пробовал там несколько раз уже лонги подбирать. Абсолютно даже какие-то ближайшие минимальные цели не дают закрывать. Абсолютно. То есть, рынок просто давят, давят, давят. Давайте посмотрим, что у нас на индикаторах и осцилляторах. Ну вот, как я и говорил, у нас МАГДИ запросто может сейчас пойти вниз. Оно так и делает. Поэтому ситуация выглядит так нехорошо. У нас Тахастик уходит тоже в зону перепроданности. Ну и Россия ближется больше к зоне перепроданности. Если смотреть на индикатор, в принципе, ситуация плохая. То есть, вот этот вот весь какой-то дохлый отскок. Он может закончиться потом более глубоким погружением. И на это нужно быть готовым. То есть, нужно быть очень-очень аккуратным. Давайте посмотрим на 4 часа индикаторы. 4 часа у нас тут рост, и Россия рост. Опа, Астахастик, кстати, смотрите, он уже активно растет. Еще немного, скорее всего, будет рост. И, как говорил, на выходных и к понедельнику, скорее всего, мы опять, как вариант, можем и протестировать. Можем сделать какой-то перелол. То есть, это еще будет в рамках бычьего сценария у нас локального. Поэтому нужно быть готовым. Давайте я уберу эти осцилляторы. Посмотрим, что у нас есть из точек входа. Здесь у нас рисуется вот такая вот нехорошая расширяющаяся формация. Поэтому сейчас, если биткоин здесь коснется и будет дальше падать, ну, блин, если он будет касаться нижней границы расширяющейся формации, это может быть у нас запросто по 24. Мне аж не верится как-то. То есть, если даже и такое будет, ну, главное, чтобы был быстрый выкуп. Я что-то вот мало верю, что мы все-таки пойдем сейчас быстро на 24 туда и ниже. Я еще все-таки сохраняю какой-то локальный бычий сценарий. Но вот эта вот формация, она нехорошая. Давайте будем надеяться о том, что сейчас биткоин коснется здесь и все-таки покажет какое-то двойное дно, да, и будет какой-то шанс на рост. Если рассматривать такую ситуацию, неплохие лонги будут уже 28 тысяч. То есть, можно пробовать отсюда лонг. Можно пробовать здесь лонг. Я бы сделал даже, знаете, разбил точку входа на 3, чтобы было более-менее безопасно. Дальше я бы попробовал опять добавиться где-то 27 тысяч. Где-то примерно 27 тысяч. Ну и третье добавление в случае пере-лоу. Где-то 26 тысяч. И стоп. Тут стоп нужно ставить 25 тысяч. То есть, здесь где-то 25 тысяч стоп. То есть, это будет более-менее оптимальная точка входа. То есть, ее разбить на 3 части. Потому что у нас может быть как недоход. Мы можем сделать второе дно показать. И может быть так же самое пере-лоу. То есть, это будет все в рамках такого мини-бычьего сценария. Поэтому вот эти вот варианты будут неплохие. Еще как вариант, если вы более консервативный. Можно просто следить за ценой. И смотреть, что будет здесь происходить локально. То есть, если вы увидите, что у нас, к примеру, Астахастик будет находиться в зоне перепроданности. РСЯ будет тоже где-то плюс-минус в зоне перепроданности. Или в принципе тут низко, ниже 50%. Тогда можно будет взять просто по рынку. Если вы увидите, начнется отскок. Просто зайти по рынку. И стоп выставить, естественно, за этот локальный минимум, который сформируется. Это будет безопасная точка входа. Если вы не хотите, просто вот сейчас ловить то, что будет происходить. Я в принципе сейчас выбираю вот этот вот второй вариант. Лучше по рынку войти немного по хуже цене, нежели пытаться ловить. Потому что все вот это вот то, что я ловил здесь, оно не очень хорошо увенчалось. В общем, это что у нас из локального по сделкам. Давайте посмотрим еще на часе. На часе мы уже, видите, Астахастик в зоне перекупленности. Россия туда подходит. Поэтому еще немного, в принципе, возможно какая-то коррекция. А еще мне нравится вариант. Смотрите, у нас здесь отрисовался перевернутый гиб. И он, в принципе, пробился. У нас здесь есть шея. Как вариант, если сейчас цена где-то здесь затормозит. И потом начнет вот так немного снижаться. И нужно будет сотречь, что будет происходить с линией шеи. Это примерно 30 тысяч долларов. Ну, может цена немного ниже уйти запросто. 29500. Сделать глубокий заход. Ретест. И, в принципе, если здесь мы увидим, что Астахастик уже уйдет сюда, где-то вниз. Закруглится. Тогда можно будет, в принципе, взять long. Это расценить как ретест головы и шеи. Если этот перевернутый гиб у нас отработает, тогда цели у нас примерно 34, грубо говоря. Получается 33800. Но тут запросто 34000. Что вполне себе нормальная будет цель. Кстати, здесь примерно 35000. 35000 у нас по Фибе 0382. Ну, вот вполне сюда цена может закинуться даже до 35000. То есть, если этот гиб отработает перевернутый, скорее всего, цена даже дойдет до 35000. Ну, а здесь выше, я считаю, неплохая зона на шорт. То есть, где-то именно здесь. То есть, если будет даже какие-то забросы, нужно будет рассматривать шорт. Но шорт нужно будет рассматривать так же самое. То есть, дробить точку входа на три части. Я бы это делал примерно... То есть, если цена туда пойдет, я буду смотреть уже на индикаторы, осцилляторы и какие-то принимать решения. Но желательно, чтобы увидеть здесь какой-то разворот. Или чтобы цена начала запинаться так сюда. Можно какие-то ложные закидоны такие показывало. Тогда можно будет брать шорт-позицию. И, в принципе, тянуть ее опять к 28-27 тысячам долларов. Здесь желательно дробить тоже вход. 35, 36 примерно. Ну и 37, да. И стоп нужно будет ставить примерно аж 38. Примерно 38 стоп нужно будет ставить. То есть, точку входа делим на три. Более безопасно. И стоп чуть-чуть выше. Сейчас нужно действовать только-только так. Так, по биткоину заканчиваю и переходим на эфириум. Так же самое. Одна неделя. Смотрим, что у нас здесь. А по эфириуму, так как я и планировал, эфириум дошел до нижней границы нисходящего клина у нас. 1750 долларов. 1730, даже чуть-чуть ниже. Там была неплохая точка входа. Но что у нас по эфириуму? Я вижу так же самое, как и по биткоину. В принципе, здесь будет какой-то мурыжего. Скорее всего, будет какая-то фигура. После чего мы пробьем этот клин и цели по эфириуму. Если этот клин будет пробит и будет бычая ситуация, мы можем запросто вернуться 3500 долларов по эфириуму. Дальше нужно будет смотреть уже локально. Так далеко загадывать не будем. Так же самое. Мы можем запросто на следующей неделе открыться и показать какое-то снижение. Или ретест. Или вот как здесь, видите. На следующей неделе открылось. Показалось снижение. То есть, покажет вот такое вот снижение. Где-то сюда 1875 долларов. И после чего нам покажет еще пару недельок роста. Такое возможно. Но не больше. То есть, прям отсюда, что мы пробьем этот клин. Я не верю в такой сценарий. Потому что нужно время. Нужно время, чтобы сейчас крупняк выкупил тех, кто перепуганный продает этот эфириум. Если же мы все-таки на следующей неделе или в ближайшие дни дневка, тело закрывается ниже нижней линии нисходящего клина, тогда тут все уже. Я даже ничего не буду ловить больше. То есть, если пробивается цена вниз, я никакие маржинальные сделки открывать абсолютно не буду. Я буду просто сотреть за ситуацией. Как вариант на споту подбирать эфириум по более интересным ценам. Отселяторы, индикаторы все то же самое, как и по биткоину. В принципе, тут нечего смотреть. Ничего хорошего. На 4 часах у нас положительный момент. Так же самое можем сейчас отрасти. У нас еще есть куда RSI расти и стахастику расти. И в принципе, Магди показывает такую бычую ситуацию. Если посмотрим локально, какую-то трендовую закинем здесь. Такую вот. Вполне сюда эфириум сейчас может подрасти. 2200. Вот я его ожидаю. Где-то 2200. Где-то сюда он, если дойдет. Тут нужно будет рассмотреть точку в шорт. Я попробую здесь шорт со стопом 2300. Более-не менее безопасно будет. Ну и шорт этот будет примерно, первые цели по нему будут 1940. Ну и 1750. То есть второе дно буду пробовать сюда дотянуть. А если же вы рассматриваете только лонги, тогда лонги нужно смотреть. Пробовать 1870. Можно, как вариант, делать тоже. Разбивать, как и по биткоину, в точку входа на три части. 1870. Потом 1750 можно взять или 40. Ну и в случае перелолу 1650. И стоп. Вот такой более-не менее длинный. 1580 будет более-не менее безопасный. Потому что если цена будет уходить ниже, скорее всего, это все сольется еще ниже. Но тем не менее, нам прям необходим какой-то локальный отскок или хотя бы закреп. Потому что все индикаторы и осцилляторы, они у нас находятся в зоне перепроданности. Особенно если дневку посмотреть. У нас на дневке ситуация прям шикарная. На индикаторах-осцилляторах у нас ожидается положительное движение вверх. Хоть какой-то локальный отскок. Давайте накинем фибу. Если мы откинем от этого. А, ну у нас по фибе тоже получается 2200. 382 уровень. После чего, скорее всего, будет откат. Ну и дальше возможные цели. Это 2300. И 0.618. 2485. Вот, скорее всего, да, здесь хороший уровень. До куда эфириум может дойти в ближайшем будущем. То есть на следующей неделе. Вот у нас у него есть как раз сильный уровень. Здесь 2500 долларов даже. Плюс-минус тут зона 2450. 2500 долларов. В принципе, здесь такая зона. Такуда эфириум на следующей неделе может запросто дойти. Если накинуть фибу с самого начала нашего нисходящего движения, здесь немножко по-другому это все рисуется. Это тоже очень сильно 2400-2600 долларов. В общем, здесь вот такая зона. Нужно смотреть по фибе. И смотреть, естественно, в моменте, кто у нас показывает эфириум. И там принимать решение. Или ходить в шорт. Или если вы держите лонг, соответственно, частями нужно будет фиксироваться. Ну вот максимальная цель, до куда эфириум может дойти ближайшие 2-3 недели. Это, скорее всего, 2600 долларов. А здесь как раз он совпадает, этот уровень. Скорее всего, эфириуму дальше не пойти. И давайте посмотрим горизонтальный объем. А, ну вот видите, у нас горизонтальный объем совпадает тоже примерно 2600 долларов. Вот, скорее всего, это его адекватная цель на ближайшие 1-2 недели. На часики у нас эфириум уже на стахастике в зоне перекупленности. На эфириум. Ну а и Россия еще есть куда и расти. И, в принципе, MACD тоже может показывать рост. Как вариант, у нас сейчас немного он откатится и все-таки добьет 2200 где-то здесь. После чего на следующей неделе, скорее всего, мы или в воскресенье начнем падать. И в понедельник, это утром, немного спустимся. И тут будет неплохая точка вход. Лонг. Мы можем отрисовать второе дно. И тогда будут у нас хорошие цели. Если у нас будет примерно здесь двойное дно, то тогда цели по нему. Ну вот они как раз. О, слишком большие цели. Если вдруг такое случится. Давайте еще вариант. Если эфириум где-то с текущих пойдет вниз. Поменьше двойное дно сделаем. Вот тут более-более реально. Ну, в общем, цель 2600 долларов вполне реально. По эфириуму здесь как раз хороший уровень. И по фибе. Но все совпадает. Мне кажется, добьем сейчас 2100-2200. Коррекция. Вот такой рост. 2400. Ну, мы можем дойти 2600. После чего, скорее всего, опять пойдем вниз. Здесь будет какая-то рисоваться фигура. Какая фигура рисоваться будет, мы не знаем. Или треугольник сторонний. Может будет вообще нисходящий треугольник рисоваться. Или может тут же какой-то и клин еще будет рисоваться. Такой нисходящий. В общем, нужно будет наблюдать. Скорее всего, здесь будет какая-то манипуляция происходить. Полтора-два месяца. По Иосу. Ситуация не очень хорошая. Мы пробили этот нисходящий клин вниз. Но мы не можем отрабатывать наш клин. Потому что цели там в минус уходят. Поэтому это как бы нереальная фигура для отработки. Но как-то он мне не очень нравится. Иос. Кстати, еще Иос интересно. Он обновил свой лоу. Исторический лоу. Его исторический лоу был ранее 1.359. А сейчас он сделал доллар 11.10 центов. Ситуация хреновая по Иосу. Из положительного у нас очень хорошие объемы на монете. Что говорит об интересе крупного игрока. Но тем не менее, с текущих прям сейчас мы не улетим. Мне нравится. Что-то может быть похожее. Типа двойное дно здесь. Ну или вот здесь ситуация. Смотрите, мы получили отскок. Потом как бы зеленый день. После чего мы протестировали. Даже сделали перелол. И только после этого какой-то был отскок хотя бы. Скорее всего будет что-нибудь подобное. Если на недельки посмотреть. Мы можем как вариант вот эту недельку сейчас. Еще есть 3 дня закрыть. В рамках нисходящего клина. И в принципе будет ситуация еще бычая. Давайте посмотрим, что можно предпринять из сделок. Из краткосрочных сделок. У нас здесь есть такая вот локальная трендовая линия. Скорее всего мы в ближайшем, обозримом будущем к ней подойдем. Но с текущих лонг нельзя брать. Нужно хотя бы дожидаться какого-то отката. Как вариант. Так же самое как по всем монетам. Делать точку входа на несколько частей. Например взять доллар 23 цента. Потом взять доллар 11 центов. И в случае какого-то перелого. Доллар там 0,3. Ну и 100 где-то 95 центов. Более не менее безопасный. Потому что если пойдет это все ниже. Тогда будет беда. Сделайте добор 1, 2, 3. Точку входа дробите на 3. И 100 где-то 95. Более не менее безопасный. Как я говорю желательно торговать без плечей. Или ставить там x2 максимум. Риски сокращаем. И цели. Цели в случае отскока у нас. Доллар 53. Ну и дальше уровень доллар 72. Плюс скорее всего он может совпасть с этой трендовой линией. Будет что-нибудь такое. То есть мы можем сейчас катиться. Допустим вот так. Вот так. Где-то подойти здесь к трендовой. Ну то есть доллары 70 центов. Здесь нужно будет фиксироваться. Как вариант даже здесь рассмотреть какую-то шорт позицию. Шорт позицию. Но так же самое если этот шорт брать. И как по биткоину. Здесь нужно будет так же самое дробить цели. Делать доллар 30. Доллар 40 центов. И где-то доллар 20. И один доллар в принципе с такими небольшими целями. Пробовать закрывать шорт. Вот если вы все-таки хардшорт вот этой нисходящей трендовой линии. Ну и у вас как-то как-то плохо выглядит. Дальше у нас Ripple. Ripple на дневке. Мне он уже тоже не нравится. Я пытался здесь какой-то клин нарисовать. Вот эту нижнюю границу. Но она мне не нравится. То есть отсюда ее неправильно рисовать. Если рисовать вот так. Тогда у нас клин этот пробился. Как-то я ее уберу. Наверное лучше. Здесь уже вырисовывается что-то типа. От нисходящего треугольника. Который пробился вниз. Это более похоже на правду. Здесь мы сейчас словили уровень 37 центов. И у эфириума будет сильное сопротивление на 54-55 центов. Можно придумать лонг. Ну до этих уровней как вариант будет какой-то заброс на 60 центов. Чтобы выбить артистов немного. Плюс эфириум любит такие закидосы. То есть он может запросто закинуть на 60 центов. После чего сделать вообще перелог и идти еще ниже. То есть такой не очень хороший сценарий. Но я буду смотреть и пробовать отрабатывать. Если эфириум зайдет сюда. Буду смотреть шорт. С текущих можно попробовать какие-то лонги рассмотреть. Сейчас эфириум уже показал вот такой неплохой рост. Стохастик у нас в зоне перекупленности. Россия тоже подходит в зоне перекупленности. То есть здесь лонг хороший будет по 37 центов. Скорее всего с добавлением 35. И добавлением на перелог небольшой. Примерно 33 цента. И стоп. Стоп 30 центов будет более не менее безопасный. То есть если мы пойдем ниже. Ну тогда это все. Это уже 25 центов. Ожидать эфириум нужно там. Поэтому я буду пробовать где-то здесь лонг набирать. Так я сказал с целями. С целями примерно 50. Даже по 47. Если здесь он дойдет. Тут нужно будет по 47 уже. По 47 первую цель брать. То есть короткие цели здесь нужно брать. 51 цент примерно здесь. Ну и остатки оставлять в случае если эфириум все-таки. Ой и рипл. Рипл сделает заброс на 56 или даже 60 центов. То есть такое возможно можно будет часть оставить. И именно здесь нужно будет рассматривать какие-то шорт сделки. Можно провести еще вот такую трендовую локальную. И смотреть где здесь будет сопротивление. То есть если цена будет где-то здесь находиться. Пробовать проводить вот такие локальные трендовые линии. И смотреть как цена будет реагировать с этими уровнями. В общем а вполне сейчас эфириум может. Ой рипл может даже еще вот 47 добить. И после чего показать снижение. А дот так же самое как и рипл. Мне не нравится. Он пробил у нас нисходящий клин. Сейчас находится под ним. Лучшее будет решение если он на недельке. Если на недельке он выкупится. И где-то цена закроется 10 долларов выше. Тогда в принципе будет еще хороший сценарий. Давайте сразу перейдем локально. Посмотрим что здесь можно предпринять. Но если цена пойдет ниже. На спот неплохо добавится. Вот 4,5 доллара. Ну и так же самое по 7 долларов. Можно будет набрать его в портфель. Что у нас локальный сделок. Расселляторы на часе так же самое у нас. Показывают что пора немного опять корректироваться. Хорошие лонги можно будет смотреть. Вот сильный уровень есть. Добавлением. Давайте тут 7,5 долларов. Мне нравится добавление. И третье добавление. А 6,9 долларов со стопом. Со стопом 6,5 долларов в принципе достаточно. То есть разбить сделку на 3 точки входа. И можно по этим уровням набрать. На часе мне нравится. Вот уровень. То есть вот первый уровень 10 долларов 33 цента. Потом уровень 12 долларов. И более не менее 13-14 долларов здесь. Да, вот неплохой уровень. 13 долларов 78 цента. Вот это у нас ближайшие цели на ДОТ. 10, 12, 13 долларов почти 14. Вполне можно рассматривать. Так же самое смотреть на вот эту вот трендовую линию. В принципе это глобально. Это верхняя граница нашего нисходящего клина. Но сюда скорее всего ДОТ не дойдет. Солана на Дневке так же самое как и ДОТ. И Рипл в принципе она пробила свой нисходящий клин вниз. Закрепилась внизу на Дневке. Даже раз, два, два дня. Это третий день она закрепляется здесь. Ну плохая ситуация. Уровень 43 доллара отработал. Следующий уровень для набора. На средний срок. Возможно долгосрок. 22 доллара. Я это веду. А сделок. Опять же хорошо если на недельном таймфрейме у нас Солану откупят. Примерно в 42 доллара она закрепится здесь. Ну тогда есть шанс на рост. Пока как-то это все плохо выглядит. Хотя знаете как? Клин может сейчас пробился вниз. Потом еще покажет снижение. И как-то вот такой вот рост. Но тем не менее. Мы же надеемся, что в ближайшие полтора-два месяца у нас биткоин и эфириум покажет какой-то локальный отскок. Если эфириум и биткоин у нас находятся в нисходящем клине и демонстрируют то, что они могут находиться еще в клине и показать через полтора-два месяца выход вверх и какой-то локальный рост. Тогда альта почему-то пробилась из своих клинов. Она вышла из каких-то зон. Рисует нехорошие сетапы у нас. Но тем не менее давайте попробуем какие-то сделки в лонг найти. Как и по всем монетам лонг неплохой будет. Я бы здесь опустил уровень примерно 42 доллара. Потом добор примерно 38 долларов с перелом 35 долларов. Топ примерно 32 доллара. 32 доллара максимум. Топ более-менее безопасный. То есть если коррекция, мы можем взять лонг. Цели по лонгу будут, считаю, примерно 54 доллара. И вот сильный уровень у нас 60 долларов. Примерно 60 долларов, 58-60 долларов. Скорее всего с этих текущих. Если здесь нам дадут лонг, скорее всего на 60 долларов нужно будет полностью фиксировать. BNB показывает активный отскок. Значит, что у нас глобально тут происходит. У меня здесь был красивый такой вот равносторонний треугольник, но он пробился вниз. Поэтому логично ожидать финанскоин примерно в этой зоне. 350-370 долларов. И здесь неплохо рассмотреть точку на шорт. Со стопом примерно 390-400 долларов. То есть 400 долларов будет безопасный стоп. И цели по этому шорту не могут быть вплоть до 260 долларов. А то даже 230-225 долларов. Поэтому здесь будет классная точка в шорт. Если цена туда дойдет, я буду рассматривать такую сделку. Что касаемо лонгов. Давайте перейдем на час сразу. С текущих нам брать лонг не вариант. Нам нужно более интересные цены. Плюс мы видим, у нас здесь есть вот такая вот ситуация. То есть мы сейчас можем коснуться еще вот этой вот сходящей трендовой линии локальной. И пойти вниз. Как-то вот так. Раз. И пойдет тут снижение. О, у нас тут может быть вообще отрисоваться вот такой вот нисходящий треугольник. Это будет очень плохо. В общем, нужно будет наблюдать. Но неплохие будут наборы в лонг. Нужно будет пробовать, конечно же. 264 доллара. Но тут широкий диапазон набора. Я не знаю, как действовать. Как вариант, можно попробовать здесь лонг с коротким стопом 250 долларов. То есть, если эта сделка не прокатывает, тогда пробовать лонг примерно 230 долларов. А с добавлением по 210 долларов. Стоп примерно 200 долларов. Да, стоп примерно 200 долларов. То есть, пробовать сначала одну сделку 264 доллара с небольшим стопом. Если цена уходит ниже, тогда как вариант пробовать здесь сделку с двумя наборами. 230 и примерно 210 долларов с небольшим стоп-лоссом. Ну и цели тут будут, если снизу вы наберете цели, тогда будет промежуточная. 260 долларов. Уже 264. С максимальной целью, наверное, 300 долларов. А линк, смотрите. Раньше линк я рисовал клин примерно вот так. Кстати, там цена держалась. Я думал, что это более-менее неплохая формация. И плюс она нормально показывала. Касание точек было много. Раз, практически два, три туда четвертое касание было. Здесь раз, два, три касания было. То есть, такой красивый был клин, но, как видите, он пробился вниз. Потому что все-таки четвертое касание уже много. И здесь можно нарисовать еще вот такую вот линию этого нижнего клина или трендовую тут снизу. Как вариант, такой клин тоже имеет право на жизнь. Хороший объем и все везде откупают. Пробуют откупать. Кстати, сразу попробую фибу накинуть. И по фибе посмотреть, что может происходить. То есть, сейчас, скорее всего, отбой может быть до 8,5 долларов. Потом какая-то коррекция. Потом неплохой уровень 10 долларов. Опять какая-то коррекция. Ну и тут уже что-то мы подходим к нашей трендовой линии, нашего неходящего клина. И, в принципе, может быть пробой. Если состоится пробой, тогда цели могут быть у нас примерно 12 долларов. Даже фибу уберу, мне нравятся физические уровни примерно 12 долларов. 14,5 долларов. Ну и да, в случае, если мы вернемся, ответственно, цели могут быть глобальные. Мне что-то мало верится, что чейнлинку так вот сам прям пойдет вверх конкретно показывать рост. И мне это мало верится. Скорее всего, он будет где-то здесь колбаситься, как и остальные монеты. В этом диапазоне. Потому что силу он в последнее время не проявляет абсолютно. То есть, посмотреть на вот эти вот движения, они почти полгода, 5 месяцев. Линк, он абсолютно не показывает какой-то активный рост. Ведет себя пассивно. Я даже не знаю, есть ли смысл его пытаться лонговать. Потому что сейчас будет лучше всего расти у нас биткоин, если он будет расти. И эфириум как вариант. Ну, а давайте посмотрим, что у нас есть из сделок. Опять же, лучшие точки набора будут у нас 6 долларов. Даже 6, 6 долларов набирал. Ну и 3 точки. Точку входа разбиваем на 3, 6, 5. И с каким-то добавлением там 5, 3 и небольшим стопосом на 5 долларов. Это будет более не менее интересный здесь лонг. Локальная трендовая линия говорит, что вот у нас сейчас рост может закончиться. На 8 долларов. Как вариант, посмотрю отсюда шорт, даже какой-то разберу. С целями как раз вот сюда на 6. 5,5-6 долларов. То есть, если он сюда дойдет, скорее всего, здесь можно будет открыть шорт-сделку и переворачиваться в лонг. В общем, ситуация на рынке такая стрёмная. Конечно же, есть шансы сейчас на локальные отскоки, рост. Но, тем не менее, в общем, ситуация выглядит как-то шартово. Смотрите, у нас некоторые монеты рисуют такой нисходящий клин. Какие-то монеты пробились у нас вниз. Какие-то монеты до сих пор находятся в этих клинах. Лайткоин, Нир, можете посмотреть. Он вообще у него такой баран на стороне треугольник. Он все-таки просквозился, пытается здесь удержаться. Но его максимальные цели на рост это 8-9 долларов. Максимум 10 долларов. И, скорее всего, отсюда пойдет опять коррекция снижения. Доги у нас, видите, пробил нисходящий клин вниз. У него рост до 11 центов, я вижу. И все, опять снижение. Ничего хорошего. Ада у нас очень плохо показывает. Хотя здесь был такой нисходящий канал. Якобы сейчас ртест этого нисходящего канала. Но уж больно глубокий. Ада вообще очень плохо себя показывает. После того, как она сделала AllTamheim, она абсолютно не показывала какую-нибудь силу. Если биткоин и фильм, многие монеты здесь показывали. Вот какой-то хотя бы рост, да, локально рисовали у нас глобальный нисходящий флаг. Тогда Ада, она просто снижалась и снижалась. И он, наверное, целью 28 центов. А вообще ее зона, прошлая зона накопления 12-14 центов. Скорее всего, она туда придет. Elrond. Elrond, смотрите, он рисовал у нас четкий восходящий канал. Ну, в принципе, касание сверху было одно. Но четкая трендовая линия, она у нас явно была. И она у нас пробилась. Пробилась, оттестировалась и цена ушла вниз. А сейчас можно нарисовать вот такой вот тоже нисходящий клин. Положительно. Объемы есть. Вроде все хорошо. Можно здесь пробовать брать какие-то лонги. Или закупать 78 долларов. Да, с небольшими стопами на 65. И цели здесь будут 100, 119, 120 долларов. То это, наверное, 100, да, 119, 125 долларов. Считаю, что здесь будет сильное сопротивление. То есть, вот что-нибудь вот такое нужно будет наблюдать. Индекс доллара, часовой таймфрейм. Смотрите, мне кажется, он сейчас немного вот сюда опустится и пойдет выше. И вот сейчас следующая цель это 106. Если индекс доллара собрался реально на 106 идти, что вполне возможно. Тогда криптовалютный рынок и фондовый рынок, он будет находиться под давлением. То есть, ситуация будет плохая. Что, собственно, и рисует у нас индекс. Конечно же, еще сейчас немного спустится и может запросто пойти наверх. Ремаркет находится в положительной зеленой зоне. В принципе, это хорошо для сегодняшних лонгов. Но вечером ситуация может измениться. Нужно быть на чеку. Дальше еще забыл я вам сказать по биткоину. У нас по биткоину, в принципе, как и по всем монетам, очень-очень хорошие объемы. То есть, объемы довольно-таки очень высокие. В принципе, их можно сравнить с объемами в мае и в прошлом году. Май, июнь. То есть, объемы классные. Но, тем не менее, скорее всего, здесь будет консолидация. Мы с текущих не улетим вверх. Объемы говорят о том, что есть покупатель. Все-таки он удерживает цену. Есть какой-то интерес после довольно-таки продолжительного снижения безоткатного. Если посмотреть на недельки, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот седьмая неделя, скорее всего, это седьмая неделя. Она закончится, как красный закроется. И следующая, восьмая, вот скорее всего, она будет положительная с большей долей вероятности. Вот такие вот дела на криптовалютном рынке. Я вам сейчас советую в торговле, особенно на фьючерсах, относиться очень-очень аккуратно. Возможно, вообще сейчас не торговать, просто переждать. Как вариант, только на споту подбирать немного монетки. В общем, просто следить за рынком. Не лезть во фьючерсы. Или, если вы туда заходите, уменьшайте риски. Берите без плечей или максимум 2х. И действуйте крайне аккуратно. Я вам всем желаю хорошего дня. И пока.